Девчонки, всем огромный привет! Сегодня будет видео о том, на какую камеру я снимаю свои видео, в какой программе я их редактирую. Очень много вопросов поступало у меня на эту тему, и сегодня я решила показать вам, так сказать, свой небольшой арсенал. Если вам интересно, то оставайтесь со мной. Начну с того, что камера появилась у меня еще задолго до того, как я начала снимать видео. Я тогда еще вообще не задумывалась о том, что я когда-нибудь открою свой канал. Она мне нужна была только исключительно для фотографий. В принципе, для этого-то я ее попросила у мужа. Он мне ее подарил, когда я родила, и хотела просто, чтобы у нас на память были хорошие качественные фотографии. Я еще тогда не умела настраивать камеру, то есть в первый раз в жизни у меня появилась вот такая вот зеркальная камера. До этого же у меня были обыкновенные мыльницы всякие разные, но они мне надоели, поэтому мне захотелось чего-то больше, и я попросила у него такую камеру. Если вы посмотрите мои первые видео, то будете, наверное, смеяться, потому что там качество просто отвратительное, там ужасный звук, ужасный свет, ужасная картинка. Это все потому, что я не умела, во-первых, редактировать видео не умела, мне пришлось этому обучаться самой. Во-вторых, я не умела даже пользоваться камерой толком. То есть я снимала фотографии на вот этот вот зеленый режим, и этого мне хватало просто сполна. Но когда же я начала снимать видео, для меня просто открылась другая сторона возможностей этой камеры, и о которых я немного сегодня вам, возможно, расскажу. В общем, камера у меня выглядит вот таким вот образом. Это у меня Canon 650D, и она у меня достаточно сегодня уже потрепанная, потому что я снимала сейчас видео с макияжем, и ее все заляпала. Так-то я ее постоянно протираю, чищу линзы. Здесь у меня выпал уже наглазник. Камере у меня скоро будет, наверное, года два. Да, у меня уже скоро, кстати, будет два года камере. Вот. И вообще в комплекте я покупала вот эту вот камеру, и вот такой вот объектив шел на нее. Это у нас кит, насколько я помню, 18-135 мм. Вот такая вот линза стояла у меня на этой камере, но я ею сейчас редко пользуюсь. Я сейчас купила вот такой, ну как сейчас, довольно-таки недавно купила вот такой вот объектив с фиксированным фокусным расстоянием 50 мм 1.8. Он довольно-таки бюджетный, но при этом хорошие фотографии на него получаются, и также видео. Для видео, если честно сказать, не очень удобно, потому что фокус у него очень шумит, когда снимаешь видео на автофокусе. Поэтому я автофокус всегда отключаю и ставлю ручной режим. И также у меня шла к нему обыкновенная батарейка и зарядное устройство. Вот эту батарейку купил мне муж, это уже вторая батарейка, которую он мне покупает. Первую, которую он мне купил, она у меня сдохла уже через три недели. Не знаю, что с ней произошло, но в общем, она садилась просто, можно сказать, за 10 секунд, наверное. Что-то с ней такое произошло, пришлось ее выбросить. Купил мне он еще одну. У этой камеры есть свой встроенный автофокус, и это очень удобно, конечно. И мне кажется, что для новичков эта камера может быть даже немного дороговато, но все равно с ней в любом случае работать очень просто и удобно. Так, что здесь, значит, есть у нас у самой камеры? Я сейчас уже практически не пользуюсь вот этим вот зелененьким режимом. Это, так сказать, режим автоматический для таких новичков, каким была я. То есть ставите на этот режим, больше вам ничего делать не нужно, камера за вас все сделает. Сейчас я снимаю вот практически вот только на вот эти вот четыре режима, что фото, что видео. То есть настраиваю все вручную. Учусь это, по крайней мере, делать и не знаю, пока думаю, что у меня получается. Правда, не знаю, насколько хорошо. Вот так вот раздвигается у нее экран. И сам экран можно развернуть его полностью и вот таким вот образом сделать. Сейчас, секундочку. Включаю камеру и не установлена карта памяти. Ну, конечно, не установлено. Я сейчас перекидывала видео для того, чтобы монтировать его. Ну, да ладно. В общем, вот. Такая вот у меня камера. Если кому было это интересно, сейчас покажу вам, на какой программе я редактирую свои видео. Подождем, пока мы с программой. Многие у меня также спрашивали, куда и как я устанавливаю свою камеру, когда снимаю видео, допустим, там с макияжем. Это я делаю при помощи вот такого штатива, который купил мне. Также, может, это уже когда я открыла свой канал, чтобы я не бегала по всей квартире, не носилась и не искала места, куда бы мне поставить камеру. Для этого он мне купил вот такой вот штатив и к нему шел вот такой вот в комплекте чехол. На самом деле, очень удобный, когда есть чехол. Ты можешь просто на плечо закинуть, если, конечно, ты с собой берешь штатив. Я, например, использую его только дома и только для того, чтобы снимать видео. И вот так вот выглядит, собственно, сама программа, в которой я редактирую все свои видео. Это у меня Sony Vegas Pro 10 версия. До этого у меня стояла 12 версия, и с ней у меня что-то приключилось. Пришлось переустановить, и установила я себе 10 версию. Особых отличий в них нет. 12 более усовершенствованная, и, по-моему, она самая последняя. Я точно не знаю. Возможно, к ней я вернусь, но пока вот у меня стоит 10 версия, и я могу работать как в 10 версии, так и в 12. Когда я установила эту программу, я, то есть, не могла в ней абсолютно делать ничего. То есть, это было абсолютно для меня что-то новое такое, то, что мне пришлось самой изучать, немало литературы прочитать по поводу этой программы. Также много читала отзывов. Многим она не нравится, потому что говорят, что она сложная и неудобная. Кому-то она нравится. Лично я отношусь к тем, кому она очень нравится. То есть, мне в ней работать комфортно, удобно. Все, что мне нужно здесь и есть, много функций в ней, много возможностей. До этого, в самом начале, когда я только решила снимать видео, я установила себе программу, по-моему, она называлась Pinnacle Studio 15 или 16. По-моему, все-таки 16. Так вот, она мне вообще не понравилась. Во-первых, потому что она жутко тормозила. Во-вторых, там вообще мало возможностей было для меня. И в-третьих, она выдавала просто видео с ужасным качеством. Здесь же, в Sony Vegas, мне нравится все. То есть, как редактировать можно. Здесь много возможностей. Можно несколько дороже, как звуковых, так и видео делать. И также нравится качество на выходе. Уже конечный результат видео. Что касается компьютера, то сейчас я работаю на вот таком вот компьютере. Он у нас появился недавно. И, слава богу, ненадолго. Потому что он немного не вытягивает эту программу, нежели чем мой моноблок, который остался дома. И муж, видя, как каждый вечер я сажусь за компьютер и начинаю нервничать, решил сменить на компьютер. Но я об этом расскажу вам немного позже. Поэтому решила снять именно сегодня это видео, пока мы не избавились еще от этого компьютера. Потому что, когда избавимся от него, скорее всего, программу мне придется поменять и учиться на какой-то более другой программе. В общем, я об этом вам чуть попозже расскажу. Ну, а сегодня хотела именно ответить на ваши вопросы. На что я снимаю, в какой программе я редактирую видео. Надеюсь, я на все вопросы ответила. Если у вас остались, опять же, какие-то вопросы пишите внизу в комментариях. Либо же задавайте их на страничке у меня в Instagram. И на этом я с вами прощаюсь. Ставьте палец вверх под этим видео, если вам оно понравилось. Скоро увидимся. Пока! Субтитры сделал DimaTorzok